Шестой класс, четвертая серия. Признаки делимости. Признак делимости на 45. Число делится на 45 тогда и только тогда, когда оно делится и на 5, и на 9. Чтобы число делилось на 5, оно должно оканчиваться на 0 или на 5. А чтобы делилось на 9, сумма цифр числа должна делиться на 9. Признак делимости на 20. Число должно делиться и на 4, и на 5. Число делится на 4, когда две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 4. Ну, а чтобы делилось на 5, последняя цифра должна быть 0 или 5. Признак делимости на 30. Число делится на 30 тогда и только тогда, когда оно делится и на 3, и на 10. То есть оканчивается 0, сумма цифр числа делится на 3. Признак делимости на 40. Число должно делиться и на 5, и на 8. Оканчивается на 0 или на 5. А признак делимости на 8 – это 3 последние цифры числа – образуют трехзначное число, делящееся на 8. Четверичная система счисления. В четверичной системе счисления только 4 цифры. 0, 1, 2 и 3. Счет идет не десятками, а четверками. Каждая следующая разрядная единица в 4 раза больше. Последняя цифра – это разряд единиц. Предпоследняя – разряд четверок. А каждая следующая разрядная единица в 4 раза больше. 16, потом 64 и так далее. Давайте посмотрим, как записываются первые 10 чисел в четверичной системе счисления. Это 1, это 2, это 3, а это 4. 1 четверка и 0 единиц. Это 5, 1 четверка и 1 единица. Это 6, это 7, это 8. 2 четверки. Это 9, а это 10. 2 раза по 4 и еще 2 единицы. Число в четверичной системе счисления записывается вот так. 2, 1, 3. Как это число записать в десятичной системе счисления? Старший разряд – это разряд 16. 2 раза по 16. Затем идет 1 четверка и 3 единицы. Так, если сложить, получится 39. Значит, в десятичной системе счисления число записывается вот так, а в четверичной это же число записывается 2, 1, 3 в четверичной. Теперь задание такое. 83 записать в четверичной системе счисления. Надо вспомнить, какие разряды в четверичной системе счисления. Каждая следующая разрядная единица в 4 раза больше. Так, старший разряд будет 64. Один раз надо взять по 64. 83 минус 64 – это 19. Значит, осталось набрать 19. Надо взять один раз по 16. 0 четверок и 3 раза по одному. Вот и получится число 83. 64, 16 и еще 3 единицы. Вот так записывается число 83 в четверичной системе счисления. Давайте выполним сложение в четверичной системе счисления. Можно сразу в столбик записать сначала первое слагаемое, 2, 3, 1 в четверичной системе счисления. Так, а ниже – второе слагаемое. Разряд под разрядом. Разряд единиц под разрядом единиц. Разряд четверок под разрядом четверок. Так, а теперь складываем. 1 до 2 – это 3. Есть такая цифра в четверичной системе счисления. 3 до 1 – это 4. 4 записывается как 1 четверка, 1, 0. 0 пишем и переносим четверку в следующий разряд. Запоминаем 1 четверку. 1 до 2 – это 3. Итак, вот это ответ. Можно сделать проверку через десятичную систему счисления. Первое слагаемое – 45. Второе слагаемое – 6. Значение суммы – 51. Ну и надо проверить. 3 раза по 16 – это 48. Да еще 3 единицы – 51. Действие выполнено верно. Давайте выполним вычитание. Уменьшаемое. 1, 2, 0 в четверичной. А вычитаемое запишем ниже. 3, 2. Так, надо вычесть двойку из нуля. Не выполнить вычитание. Занимаем четверку. 4 минус 2 – 2. Так, поскольку здесь 1 четверку заняли, здесь уже будет не 2, а 1. 1 минус 3 никак не вычесть. Занимаем четверку. 4 до 1 – 5. 5 минус 3 – 2. Вот ответ. 2, 2 в четверичной системе счисления. Проверку можно сделать. Уменьшаемое – это 24. Вычитаемое – 14. Значение разности – 10. Вот два раза по 4. И еще 2 единицы. Умножение в четверичной системе счисления. Можно в столбик записать. Первый множитель – 1, 1, 2 в четверичной системе счисления. И второй множитель – однозначное число 3. Так, 2 умножить на 3 – 6. Число 6 записывается как 1, 2 в четверичной системе счисления. Значит, 2 пишем и 1 запоминаем. 1 умножить на 3 – это 3. Да еще 1. Значит, это будет 4. А4 записывается как 1, 0. 0 пишем и 1 запоминаем. Так, 1 умножить на 3 – это 3. Да еще 1 – 4. А4 записывается как 1, 0. Вот это ответ в четверичной системе счисления. Проверку можно сделать через десятичную. Это первый множитель – 22. Это второй множитель. Значение произведения 66. Ну и осталось проверить. Вот это 66. Да, это 64. И еще 2 единицы 66. Можно деление выполнить в четверичной системе счисления. Вот это делимое. Это делитель. Записать точно так же уголком, как обычно записываем, когда выполняется деление в десятичной системе счисления. Получается ответ и сделать проверку через десятичную систему счисления. Можно проверку сделать умножением. Перемножить вот эти числа. И должно получиться делимое. Продолжение следует. Продолжение следует...